Здравствуйте! Вы смотрите ОТВ. Меня зовут Евгения Августина. И у меня есть тема для интересного разговора. Рынок робототехники стремительно растет и в ближайшем будущем темпов роста сбавлять не собирается. В Арабских Эмиратах появилась должность министр по искусственному интеллекту. В Японии назначена дата поединка гигантских машин. А в России вот-вот откроется завод по производству боевых роботов. Кстати, в нашей стране пришли к выводу, обучать робототехнике нужно с малых лет. А вот зачем, мы узнаем прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Говорят, будущее робототехники уже не за горами, роботы скоро везде повсеместно заменят людей, но, говорят, уже заменяют. Но пока вроде бы это все теорией кажется или не теорией? Конечно же, мы наблюдаем все признаки новой технологической революции. И, конечно же, это робототехника, это искусственный интеллект, это биотехнология. И, конечно, роботы постепенно заменяют людей, но только в той части, где эта работа монатурная, рутинная. И вот здесь, мы видим роботы социальных, то, если не говорить о промышленных, а именно о социальных роботах, то, конечно же, в ближайшее время будут заменены работники гимнатерии, юристы, сервисная сфера, туристическая, промоутеры, роботы. Ну, а далее, конечно же, наверное, специальности, которые сложнее. И даже, я бы, знаете, такую мысль сказала бы, может быть, она хромольная, покажется даже в какой-то мере ученым. Но это не те великие ученые, которые делают великие открытия, озарения, у которых характер, ведь здесь дело не только в интеллектуальном потенциале, а также в личностных качествах человека. А именно те ученые, которые оптимизируют какие-то процессы, делают какие-то мелкие шаги, действия, проводят очень много рутинной работы, обработки каких-то небольших данных. То есть те действия, которые, наверное, не требуют принятия решений. Да, которые, да, совершенно верно. То есть таких пациентов очень много. И на самом деле, конечно же, такую работу могут делать роботы. Мы сейчас услышали перечень профессий. Если вдруг, дорогие телезрители, вы относитесь к одной из них, то, наверное, стоит подумать о повышении квалификации, потому что, говорят, придется искать работу людям. Скоро роботы заменят всех. Вот, кстати, сейчас здесь у нас несколько роботов, и один из них точно уже что-то умеет, что-то очень хорошо делает. Да, у нас есть такой робот. Его зовут Интербот. Это робот, который проводит тестирование. Тестирование рисков. То есть он работает в безопасности, секьюрити и леча роботов. И в нем установлен софт, который сделала наша лаборатория перспективной психотехнологии. А самого робота выполнила компания Fora Robotics. По параметрам голоса робот анализирует, находится ли человек в стрессовом состоянии, в повышенном эмоциональном состоянии. И может определять склонность к лжи. То есть робот не ставит ни приговоров, ни диагнозов, но он может сказать, что вот в данной конкретной теме человек имеет повышенное эмоциональное возбуждение, отношение. Поэтому стоит уделить особое внимание этой теме. Почему вдруг эта тема заболновала? Да, да, да. И таким образом робот тестирует риски. Это поведение человека в конфликтах, это межличностное взаимодействие. Это дело робот высококлассного инженера, разумеется. Да, 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 робот – это компания Fora Robotics. А софт разработан в лаборатории перспективной психотехнологии. То есть вот у нас совместный такой продукт. Совместный союз, да, союз великолепный. Это, собственно говоря, был первый наш проект, и он есть, мы его развиваем. И сейчас, конечно же, у нас есть новый делик. Они производят неизгладимое впечатление на каждого. Когда трубот и тиви-бот смотрят на тебя, почему-то начинаешь смущаться, хотя понимаешь – это не живые существа, это роботы. Их папа – Александр Кузнецов, выпускник МАИ, получивший специальность ракетостроения. Идея о создании чего-то функционального появилась у молодого человека лет пять назад. Я собрал 3D-принтер, и мне захотелось напечатать на нем что-нибудь более-менее функциональное. Я наткнулся на открытый проект французский, InMove, собственно, это он. Тогда в нем была только рука, и я стал участвовать в этом проекте. Вырастили роботизированную руку, после чего появился уже робот. Собственно, после его завершения захотелось создать робота самому. С тех пор Александр успел создать уже порядка десяти роботов, среди них Трубот. Это незаменимый помощник кадровиков, который может определить, лжет человек или говорит правду. При этом он совершенно свободен от эмоций, поэтому, как ни производи впечатление, а Трубот все равно будет объективен. Кстати, на его создание ушло всего три недели. Идеи присылает заказчик, а мы их сначала реализуем в виде 3D-модели на компьютере, а потом каркас вырезаем на лазере, и все детали и механизмы выращиваем на 3D-принтерах. По соответствующей обработке робот приобретает тот вид, который он имеет. После этого ставится электроника, пишется программная обеспечка. Тиви-боту, в отличие от своего собрата Трубота, еще предстоит многому научиться. Он уже умеет двигаться и говорить. Мы хотим встроить в него распознавание лиц, образов, распознавание голоса, чтобы он мог быть более интерактивным. Робота можно научить почти что всему. Учебная программа, говорит инженер Кузнецов, зависит от бюджета. Но какими бы финансовые вложения не были, едва ли когда-нибудь эти машины смогут испытать сострадание, любовь, радость. Эмоциональная сфера пока что для них недосягаемая высота. А главное предназначение роботов – освободить людей от рутинных дел, чтобы было как можно больше времени для творчества и, разумеется, друг для друга. Роботы могут перенять на себя часть монотонной человеческой работы. И поэтому хотелось бы, чтобы люди были освобождены для творческих работ. А роботы выполняли все остальное неинтересное и сложное. Я сейчас хотела бы как раз перейти к новым идеям. Ваш союз решил, что нужно обучать детей робототехники. А возможно ли это? Ведь наука-то достаточно сложная. Мне кажется, я бы вечность потратила, чтобы что-то подобное изобрести, даже если бы у меня очень долго и усердно кто-либо учил. Мы предлагаем такую идею, предлагаем ее на обсуждение. И уже даже мы провели такое первое мероприятие, конференцию о роботовом образовании на базе 4-й гимназии Одинцовской, где мы вынесли на обсуждение этот проект. Мы его так и назвали «Роботовым образованием». Смысл в коллективном творчестве, в коллективном подходе к процессу обучения. То есть мы предлагаем, чтобы дети обучались теоретическим, практическим основам, путем взаимодействия с роботом, допустим, андроидным, таким или другая совершенно, может быть, какая-то конфигурация, и платформой, онлайн-платформой для программного обеспечения с открытым доступом. Причем доступ открыт для всех школ. И таким образом, после каждого занятия, ребята могут выкладывать результаты на общую платформу и пользоваться, пользоваться все вместе. Таким образом, повышается их взаимодействие между собой. Значит, они могут обмениваться опытом, информацией, знаниями. Они могут совместно принимать решения, какие-то оптимальные решения, оптимальные пути. И они становятся уже не просто, ну, не просто вот идут в ногу, да, с технологическим прогрессом, который вот настолько стремительно развивается, они становятся уже прямыми творцами, непосредственно участниками. И, конечно же, такое коллективное взаимодействие, коллективное творчество, оно дает такой синергичный эффект. И вот даже если мы будем говорить там о будущем, что вот социальные роботы там станут персональными, да, то есть это обязательно такое произойдет, то вот прикладная задача изобретения такого робота, оно становится реальным, да, с силами такого огромного количества детей. Нет, другой сел, собрал, появился. У детей интерес большой к робототехнике. Вы знаете, да, мы проводили конференцию, на самом деле мероприятие дотянулось на 4 часа. Это достаточно много. Не отпускали дети. Не отпускали, был брифинг, да. Некоторые вопросы были довольно-таки острыми, допустим, когда мы предложили, вот, а что если бы был робот для выголов собак? Ой, вот это дети парик, Афанра, еще робот для вытия посуды тоже. Да, для вытия посуды, да, но вот для выголов собак, да, вызвало достаточно такую бурную дискуссию, потому что кому-то это нравилось. Конечно же, всегда случается какие-то курс-мажорные обстоятельства, когда некогда, когда необходимо заменить, или, допустим, там, совсем уж плохая погода, ну, а робот как, он же может посмотреть, про него сможет выйти, может... Да, 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 да. Вот, а кто-то воспринял, наоборот, это достаточно, так знаете, животрепещущее, потому что, ну, как же так, ну, мы же завели собаку, это же наш друг. Нам надо с ней общаться. Да, конечно, да, да, да. Вот, и на самом деле было много таких версий, какими должны быть роботы. А настолько реально, что такие занятия в российских, не только в Денцовских, в российских школах появятся все-таки? Ну, мы надеемся, что если наша инициатива будет поддержана, если она понравится, то почему бы и нет, конечно, мы же можем предлагать, рассказывать об этом, и когда уже соберется такая масса людей, да, критическая масса, которые скажут, давайте, мы будем говорить, давайте сделаем, то, конечно, да. Татьяна, говорите, робототехника – это труд коллективный, а вот эта команда, какими навыками должна обладать? Это исключительно технарий или гуманитариям там тоже место найдется, найдут они себе применение? Конечно, конечно. Вы знаете, все всегда начинается с гуманитариев, потому что концепцию придумывают гуманитариев. Это приятно, это слышать сейчас. Да, вот, и, конечно же, создание робота – это командная работа, это командная работа, и робототехника, она тесно связана и с математикой, и с физикой, и с черчением, и 3D проектированием, конструированием, программированием и массой там других предметов. И, на самом деле, конечно же, здесь требуется все. И разработать эти программы, да, то есть придумать, что это должен быть за робот, какой должен функциональ выполнять. Конечно, это тоже могут делать гуманитарии, то есть вот сами эти концепции выдвигаются. Вот такая тесная связь робототехники с другими дисциплинами, она, конечно же, порождает желание детей в более углубленном изучении остальных предметов. А ведь самое главное – это мотивация, потому что и родители, и педагоги все ищут постоянно какие-то новые возможности. Как повысить интерес детей к обучению, к наукам, как вдохновить их на творческую фантазию, на решение каких-то сложных задач нетрадиционных. Вот, это все, конечно, существует, и робототехника, безусловно, просто, знаете, как прикладной предмет, такой, который поможет в этом. Родители всегда в первую очередь прикидывают перспективу. Ну, отдам я своего ребенка на робототехнику, что потом его ждет, кем он может стать, чем это ему в жизни пригодится. Вы знаете, если мы будем говорить про какое-то не столь уж отдаленное будущее, а, ну, по крайней мере, в ближайшие, наверное, десяток лет, то мы все будем владеть персональными роботами. Ведь точно так же, как у всех сейчас есть смартфоны, а когда-то их не было, когда-то не было компьютеров, то через несколько лет, как только роботы станут мобильными, а машинное зрение, ну, вот, вот уже приближается к тому, чтобы они стали такими, конечно же, это будут персональные роботы. Ну, и представьте, когда у нас у каждого из персональных роботов, то есть это, наверное, уже какая-то другая жизнь. Ну, и как же, нужно обязательно понимать, да, какие-то окно... Как с ним обращаться? Конечно же, конечно. Более того, может быть, даже какие-то элементарные программы, которые необходимы, там, в этом, наверное, это будет такая необходимость, вот, как только роботы станут персональными. Ну, вот сейчас смартфоны, мне кажется, очень людей разъединили, а когда появится персональный робот, а так это же вообще мы общаться перестанем. Нет? Ну, почему же? Человек станет как раз более свободным, и более свободного времени пойти, потому что мы очень много времени тратим на рутину. На самом деле, если сделать такой хронометраж и посмотреть, чем мы понимаем сегодня, то, ну, наверное, половину времени, конечно же, могут роботы освободить, чтобы мы стали действительно более свободными. Человек творческий, человек должен жить творчеством, и, наверное, заниматься такими, какими-то красивыми воплощением идей, какими-то своими там фантазмами, развитием, саморазвитием своим. Татьяна, как вы думаете, будущее через лет так 20-25, каким оно будет? Что нас ждет? То, что, конечно же, персональные роботы будут, в этом я уверена абсолютно, и это вот необходимость. Вот, ну, конечно же, наверное, будут роботы не только именно вот как физический такой, да, вот, а где, как железный человек, вот, возможно, будут голографические роботы, возможно, у нас будут какие-то искусственные личности, которые будут также освобождать для нас время, да, перекладывать для нас монотонную, рутинную, то есть выполнять за нас, да, какую-то работу. Искусственные личности, какие-то боты, какие-то боты, наверное, это будет именно так. Кстати, да как вы думаете, есть какая-нибудь такая сфера в нашей жизни, в которую роботы никогда не проникнут, но не заменить им там человека ни за что? Вы знаете, я скажу так, на самом деле, человеческий мозг, он настолько не изучен, безграничен, если говорить о количестве нейронов и связей между нейронами, то это сравнивают с количеством звезд в Млечном Пути. А если еще все эти связи умножить между собой, то это вообще уже Вселенная, да, и то, наверное, там, видимая пока Вселенная, а откуда мы знаем, насколько она безгранична? Человек не в состоянии думать, прогнозировать. Поэтому, наверное, мозг можно сравнить где-то со Вселенной, да, такой в миниатюре. И я верю только в могущество человека, конечно, только в могущество человека. И, наверное, никогда невозможно будет построить интеллект, который мог бы заменить человеческий мозг, человеческий разум. Ну и, конечно же, наши чувства безграничной любви. Наши чувства безграничной любви на это способен только человек. Поэтому человек могуществен, человек прекрасен, И роботы могут быть только нашими помощниками. И все-таки, какими бы совершенными ни были роботы, в некоторых случаях они никогда не заменят. Людей, а значит, пока нам бояться нечего. Но изучить азы робототехники лишним не будет. На сегодня у меня все, но впереди еще много тем для интересных разговоров. Увидимся скоро на ОТВ. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok